МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы работали на телевидении, сейчас в жюри престижной премии ТЭФИ. Вот скажите, пожалуйста, как сейчас разбивается российское телевидение, что в тренде, на что есть запрос у зрителя? Ну вот, придя сегодня к вам на вашу телекомпанию, я, прежде всего, посмотрел, как все здесь организовано. Меня это интересует больше всего, потому что телевидение как раз сначала делается до того, как выйти к телезрителю, сначала делается технически, организационно. И уж после этого телезритель получает качественный, скажем так, контент, телепродукт. Мне это больше интересно. Что же касается вообще телевидения, то, конечно, к нему у меня много нареканий, потому что я человек из 90-х, когда было эпическое время, и телевидение совсем было иное. Много было можно, но при этом был внутренний ценз у нас, что можно делать, что нельзя. Ну и, конечно же, коммерциализация телевидения достигла, на мой взгляд, уже критического уровня, поэтому творить на нем что-то делать новое крайне тяжело. Однако же многим удается, и слава богу, и на центральных телеканалах, но самое главное, это удается на региональных телеканалах. То есть тезис о том, как многие эксперты говорят, что региональное телевидение, оно все-таки умирает, это неверно. И отсюда тогда следующий вопрос. Каким же оно все-таки должно быть, региональное телевидение, чтобы оно могло конкурировать с федеральными каналами? Дело только в деньгах и контенте? Нет, уже региональные телеканалы конкурируют с центральными, во всяком случае у себя в регионах, и зритель больше предпочитает смотреть свое телевидение региональное, чем центральные каналы. Эта статистика все больше и больше растет. Образ современного телевизионщика, кто он? Ну вот он, вот такой, да, современный, в очках, с хорошей, правильной небритостью, при этом понимает, о чем говорит, и обладает абсолютным обаянием и интеллектом. Это необходимо для нынешнего телевидения. Что касается вот этого, какой должен быть телевизионщик. А что касается зрителя, зритель должен хотеть смотреть телевизор. Вы, насколько я знаю, продюсировали ленту «Брестская крепость». Фильм очень высоко оценили, как критики, так и публика. А как вы пришли к этому проекту, и почему вот именно такой жанр? Всегда во мне жила эта идея. Она возникла с того момента, как лет 12 мне было. Отец дал мне прочитать книжку Сергея Сергеевича Смирнова о защитниках Брестской крепости. И меня тогда потрясла не сама защита, не то, что людей бросили, а принятие решения, как люди принимают решения, как поступить. Когда тебя бросили, когда ты никому не нужен, кто-то сдается в плен, что было, кто-то принимает пулю в грудь для того, чтобы прекратить свои страдания, а кто-то встает в полный рост и до конца не сдает свои позиции. И оказывается, вот таким решением приближает 9 мая 45-го года. Оказывается, мы своим решением, не дай бог нам с вами принимать такие решения, можем повернуть ход истории. И вот это меня тогда потрясло. Я, повторюсь, занимался развлекательным жанром, но время пришло, я повзрослел, и была такая возможность, которую мне предоставил Сергей Вячеславович Степашин, назначив на должность председателя телерадиообещательной организации Союзного государства, и его бы довод в противовес моему, что я не хочу быть телечиновником, но ты же хотел, мне рассказывал, хотел снять «Брестскую крепость», ты же хотел построить общественное российское телевидение, не получилось у вас, а Влада застрелили. Вот тебе возможность. И действительно удалось это сделать, сделать «Брестскую крепость», фильм, и сделать телеканал ТРО, который уже теперь без меня работает, это уже данность. «Батальон» — это продолжение той работы? Да, безусловно, «Батальон» — это было продолжение, потому что, сделав фильм о Второй мировой войне, мы, конечно, задумались об истоках ее, и нам было понятно, что Вторая мировая война — это незаконченная первая. А Первой мировой войны нет, вообще не было фильмов, скажем так, во всяком случае, у нас на экране. А тема эта великая, и тема этой войны, которая была намеренно забыта для нас с вами, нужно поднимать. О комедиях. Какую оценку вы можете дать этому жанру по тем картинам, которые выходят сейчас? Я имею в виду перезапуск таких фильмов, как «Джентльмены удачика», «Вказская пленница», например, «Ирония судьбы». Ну, мне тревожно это все. Это вообще ремейки для нас, мне кажется, вообще неорганично. Вы понимаете, если американцы снимают ремейки, для них это вполне органично, и они могут это делать сколько угодно, у них нет своей истории. А у нас в крови, если мы уже увидели «Кавказскую пленницу», то мы не хотим другого. Да и вообще, вот, мы этим самым отличаемся, мне кажется, и от американцев, да и вообще во многом от всего другого мира. Что касается удачных ремейков, тем более комедии, я не особенно видел у нас, и стараюсь сам, в общем, этого не делать. Другое дело, что продолжение традиций, вот это очень важно. Игорь Станиславович, спасибо большое за то, что нашли время для этого разговора. Ну, а телезрителям я напомню, что в гостях у нас был актер, режиссер, сценарист, продюсер Игорь Угольников. Спасибо. Спасибо.